Общероссийский народный фронт займется проблемой капитальных ремонтов в Свердловской области. В качестве эксперта на совещании общественников выступил глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 300 тысяч на развитие бизнеса. Стали известны имена молодых предпринимателей, которые получат областные гранты в нашем городе, куда бизнесмены планируют вложить полученные средства. Сегодня на календаре Всемирный день качества. Зависит ли качество от цены и почему вещи прошлого века носят до сих пор? Здравствуйте! В эфире Тагил-ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Александр Мешков, готовы рассказать о событиях четверга. Начнем выпуск с важного объявления. Номер вызова пожарной охраны 01 в Нижнем Тагиле временно не работает. Поврежден кабель. Если случится пожар или другое ЧП, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Эвакуировать автомобили с улиц города будут чаще. На 30 улицах появятся новые знаки «Работает автоэвакуатор». Еще одна штрафстоянка строится на улице Кулибина. Как это отразится на жизни тагильчан и почему не все поддерживают нововведение, разбирался Антон Исаев. В ближайшем будущем центр Нижнего Тагила будет очищен от оставленных автомобилей. Администрация города взяла курс на ужесточение наказания для нарушителей правил стоянки. Специальным дорожным знаком на некоторых участках добавится табличка «Работает автоэвакуатор». Мы планируем до конца года на 31 улице, которых список этот есть, установить, знак «Работает автоэвакуатор». И еще три улицы взяли в центральной части города. Это Визовскую, Горошникова и строителей в полном объеме закрытия. Соответственно, активизируются и нижнетагильские госавтоинспекторы. Как сообщают в отделе ГИБДД, каждый день на спецстоянке эвакуируют от 5 до 10 автомобилей. Нарушителям, прежде чем вернуть свой транспорт, необходимо оплатить штраф, расходы на перевозку и хранение. Уже несколько месяцев работаем в тех местах, где массовые подобные нарушения. Это места расположения проходных крупных городообразующих предприятий НДМК ОВЗ. Ну и, как успели заметить тагильчане, кое-где уже порядок навели. Работу будем продолжать в дальнейшем. В дальнейшем будем также отрабатывать тротуары, пешеходные переходы. Сейчас в городе действует только одна специализированная стоянка для автомобилей. Она рассчитана на 450 машин и мест. На месте организована круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Как утверждает один из руководителей, за 15 лет работы никаких нареканий со стороны ГИБДД и клиентов не было. На сегодняшний день занятость стоянки, практически, даже заполняемость стоянки составляет 1%. Вот сегодня утром привезли 4 машины с НДМК, значит, их через полчаса заберут и стоянка будет абсолютно 100% пустая. Весь город обслуживает всего 5 эвакуаторов. Как утверждает Николай Степанов, этого достаточно. Также существует резерв, но большую часть времени автоэвакуаторы простаивают. Однако в планах администрации города создание еще одной муниципальной стоянки на 50 мест. В реализации проекта, значит, есть ряд действий. И конечный итог – это регистрация в Министерстве транспорта и связи Северской области. То по готовности этой площадки, когда она будет полностью вся готова, мы едем в Министерство транспорта и связи, регистрируемся. После этого они выезжают, проверяют соответствие этой площадки и регистрируют. После этого деятельность площадки можно осуществлять. Стоянка должна появиться в районе автохозяйства УВД между Восточным шоссе и улицей Кулибина. На данный момент место требует серьезных вложений. Установить ограждения, пункт охраны и систему видеонаблюдения. Пока же здесь кучи строительного мусора. Чтобы привести эту территорию в порядок, только по предварительной оценке необходимо 5 миллионов рублей. Возникает логичный вопрос – зачем тратить бюджетные средства на новую площадку, если уже существующие пустуют? Антон Исаев, Александр Штраух, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Завтра будет перекрыто движение на железнодорожном переезде 13-ти километр перегона вагонзавод «Салка». Там будут проводить ремонтные работы с 9-20 до 17-20. Учтите это при планировании маршрута. Центр города утонул в рекламных листовках. На жилых домах, столбах, деревьях появились объявления о предстоящей ярмарке распродажи. Однако никто не выдавал разрешение на расклейку подобных листков. Как к такой рекламе относятся тагильчане и каким образом очистить город от нее, расскажет Антон Исаев. Распродажи одежды, ликвидация товара продаем по ценам крупного опта. Такими объявлениями завешан весь центр города. Появилась эта реклама только сегодня. Однако никто не давал разрешение на ее размещение. Тем более на фасадах живых домов. Для большинства тагильчан подобные пиар-компании вызывают только отвращение. Засыряют просто, раскидывают постоянно это, мусорят. Неаккуратно относятся к этой рекламе. Поэтому не хотелось бы. Если специально были раньше тумбы, плакаты, доски, где развешивалось специально. Грязно, особенно когда их убирают. Вообще грязь остается, отрывается. Грязь? Плохо, плохо. Это нет. Мы сейчас очень рады, что наш город становится красивее и красивее год от года. И поэтому, конечно же, вот эта вот культура, она оживает в нашем городе. А культура говорит о том, что на домах это не стоит. В администрации Ленинского района нам подтвердили, а нашествие листовок знают. Но единственная проблема – поймать за руку расклещиков практически невозможно. Тогда их можно было бы привлечь к административной ответственности. Но в реальности надзорным органам остается только снимать объявления со стен и столбов. У нас зачастую сейчас этим занимаются вот эти приезжие какие-то предприниматели, там, с Фиксенбурга, с других районов. То есть они ездят по городам, заказывают, то есть где-то вот печатают эти объявления и расклеивают. Предугадать поток несанкционированной рекламы очень трудно утверждать в администрации района. Приезжие ярмарки распродажи работают максимум несколько дней, зачастую несколько часов. Но вред, наносимый ими, может быть существенной. Портится внешний вид фасадов домов, иногда объявления прибивают гвоздями к деревьям. К очистке домов от незаконной печатной рекламы активно привлекают управляющие компании. Рассчитывают в администрации города и на помощь простых тагильчан. О каждом объявлении можно сообщить в отдел благоустройства. Антон Исаев, Александр Штрауф, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Общероссийский народный фронт займется проблемой капитальных ремонтов в Свердловской области. В качестве эксперта на совещании общественников выступил глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Он предложил собственный план решения проблемы. Подробности в сюжете Эдуарда Шакурова. Все больше людей жалуется в Свердловское региональное отделение Общероссийского народного фронта на качество ремонта многоквартирных домов. Обращение поступает от многих муниципалитетов и их количество постоянно растет. О возрастающем потоке жалоб заявил присутствовавший на совещании исполняющий обязанности начальника генеральной прокуратуры. У нас уже два года в Петербурге действует, как и в Петербурге, в федеральных центрах так называемая временная приемная генерального прокурора ПОЖКИТРА. Ну вот по состоянию, скажем, на сегодня туда поступило более 500 обращений. И в принципе каждое третье обращение касается к разъяснению гражданам действующего законодательства. Доклад генерального директора регионального фонда содействия капитальному ремонту по Свердловской области вызвал у представителей Общероссийского народного фронта массу вопросов. Подрядные организации сегодня несут и штрафные санкции, и подрядные организации уже получили расторжение контрактов без компенсации повисуемых затрат. Александр, слушайте меня, я вам сегодня говорю, это прикрик души народа вашего Свердловской области. Я плачу свои деньги, я хочу видеть, сколько я внос, сколько будет потрачено на работы, которые и какие работы я получу. Я хочу видеть, сколько платят все остальные участники этого общего котла. Несогласованное с жильцами, а зачастую завышенные сметы, срыв графика ремонтов, отсутствие актов выполненных работ и должного качества – вот далеко не полный перечень проблем, затронутых на совещании в Екатеринбурге. Об этом говорили все его участники из разных городов региона, среди которых были и Челябинск, и Тюмень, Курган, Пермь. Выступление главы города Нижний Тагил Сергея Носова завершало полемику и, как всегда, было кратким. Хотели как лучше, получилось лучше, чем обычно. Дискредитация того, что сделано, идет сегодня во все место. И это дискредитация действий власти. Сергей Носов предложил конкретный выход из сложившейся ситуации. Мы предлагали изначально перераспределить эти деньги в муниципалитеты и ответственность за проведение капитальных ремонтов полностью продолжить на муниципалитеты. Глава Нижнего Тагила также дал отдельный комментарий относительно причин торможения некогда начатой реформы ЖКХ и конкретно проблемы капитальных ремонтов. Начальной ошибкой была излишняя бюрократизация и затраты на бюрократизацию этого фонда. Главным тезисом в итоговом заявлении участников совещания стало решение о том, что необходимо повысить прозрачность деятельности всех структур, задействованных в капитальных ремонтах. А заявление Сергея Константиновича Носова, главы города Нижний Тагил, о том, что капитальные ремонты необходимо поручить муниципалитетам, по мнению участников совещания, это может стать ключевым решением в данном вопросе, в данной теме. Эдуард Шакуров, город Екатеринбург, специально для Тагил ТВ. 300 тысяч на развитие бизнеса. Стали известны имена молодых предпринимателей, которые получат областные гранты в Нижнем Тагиле. С двумя из них познакомились наши корреспонденты. Куда планируют вложить полученные средства, узнала Анна Хабарова. Думаю, что я очень вкусненького создала, но вот ничего не дала, все по времени. Как заботливая мама, она следит за каждым своим птенчиком. В загоне у Юлии Кузины порядка сотни голов. Индиководством девушка начала заниматься три года назад. На своем опыте, говорит, оценила полезность и вкус диетического мяса собственного производства. А вот как раз таки со спроса и началось, что была бразильская, итальянская индейка в магазинах. Люди вроде брали, но там как-то больше что ли бройлерное мясо. А бройлерное, ну, свое мясо, оно все-таки есть свое. То есть, экологически чистые корма, без антибиотиков, без ГМО, как у нас сейчас любят писать. Поэтому, вот, чистое мясо. От яйца до забоя полгода. Для того, чтобы содержать только вылупившихся птенцов, по всем правилам, нужно больше инкубаторов. Именно на них Юлия Кузина и планирует потратить областной грант. Для маленьких индюшат от семи недель сейчас строят птичники. Разгуляться есть где. Площадь территории почти 50 соток. 3D-панели, краны для радиаторов, сувениры из ценных пород дерева. В этом цехе работа кипит полным ходом. Декоративная мастерская начала свою работу полгода назад, но уже пользуется большим спросом не только у жителей Тагила. Два мастера могут по фотографии сотворить из древесины все, что душе угодно. Помогает им в этом станок. Грант пойдет на то, чтобы хоть частично расплатиться за него. Идея была давно. Сначала смотрели на лазерные какие-то изделия, которые на лазерных станках делаются. В итоге пришли к резервному станку. Нарвется работать с деревом. Красивые вещи очень получаются. И нам кажется, что это перспективное направление. Активно работаем с дизайн-студием по Нижнему Тагилу, также в Екатеринбурге. Некоторые у нас клиенты есть постоянно уже. Из Нижнего Тагила областную поддержку получили пять из десяти заявившихся бизнесменов. Предварительно предприниматели проходили учебу. Каждый на свое дело получил не более 300 тысяч рублей. Освоить их должны до конца года. Срок контроля еще не наступил. Я надеюсь, что проверив, мы получим положительный результат. Все средства будут направлены туда, куда нужно. Получить субсидии тагильские предприниматели должны уже в ближайшее время. Анна Хабарова, Антон Исаев, Павел Охотников, Игорь Игошин. Новости Тагил ТВ. Евраз объявил об организационных и кадровых изменениях. В новой структуре упразднены дивизионы «Сталь» и «Руда». Вместо них созданы дивизионы «Урал», «Сибирь» и «Украина», сформированные по географическому принципу. Дивизион «Урал», который объединил Евраз НТМК и Евраз ГОК, возглавил вице-президент Максим Андреасов. До прихода в Евраз он занимал руководящие позиции в тюменской нефтяной компании «Башнефти». С новым топ-менеджером уже встретился глава города Сергей Носов. Они не верили, что металлургия – это так красиво. Сегодня на экскурсии на НТМК побывали ученики политехнической гимназии в рамках профориентационной работы комбината. Что запомнилось девятиклассникам, узнал Тимофей Данилов. Металлургия – производство опасное. Поэтому ученики политехнической гимназии, как и все гости комбината, проходят инструктаж по технике безопасности. Сегодня им предстоит побывать в одном из ведущих цехов НТМК – конвертерном. Маршрут экскурсии один – как для школьников, так и для битперсон. От участка, где чугун заливается в формы, и до получения непрерывной литой заготовки. Конвертерный цех – словно гигантская кухня, в которой готовят более тысячи марок стали. Время экскурсии выбирают так, чтобы гости вживую увидели одну из самых зрелищных картин о комбинате – заливку чугуна. По словам работников комбината, уже после нескольких минут в цехе, по реакциям и впечатлениям учеников, можно сказать, загорелись они желанием стать металлургами. Анастасия Васильева знала о производстве только по рассказам своего папы и дяди. Признается, даже не ожидала увидеть такой красоты. Я такая думала, как это возможно, думала, что просто не может быть так, а теперь верю, да. Это было просто нечто, так впечатляющее, как это все делают, как плавят металл, на какой машине его делают твердым, из жидкого состояния. Я не ожидал, что будет так очень интересно, захватывающе. Я прям так, страшно сначала было все, и жар так прям в лицо. Интересно, я бы поработал здесь. Девиз профориентационной работы на комбинате «Сегодня дошкольник, завтра металлург». Дошколята подшефных детских садов через игры знакомятся с техникой и точными науками. Ходят на факультативы по робототехнике. Готовим кадры дошкольной скамьи. У комбината 25 подшефных школ города Нижнего Токила. Оснащаются лаборатории и классы технических дисциплин, математики, физики, химии, современными средствами обучения. Проводятся профориентационные экскурсии в музейно-выставательный центр и основные подразделения комбината. Вторая группа из политехнической гимназии посетила учебные мастерские Центра подготовки персонала «Иврас Урал». Каждый год на подобных экскурсиях бывают более 1200 школьников. Тимофей Данилов, Вадим Усков, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Всемирный день качества отмечается сегодня. Организован он для того, чтобы встряхнуть общественность и призвать производителей к совести. Зависит ли качество от цены и почему вещи прошлого века носят до сих пор, узнала Наталья Филимонова. Это пальто с 83-го года. Еще можно и сейчас носить. Нина Владимировна с особой заботой или даже любовью относится к вещам прошлого столетия. То ли это ностальгия, то ли и правда драпчик неплохой. И хотя сейчас не все вещи и обувь по размеру, выбрасывать их не спешит. Все было качественно. И одежда, и обувь, и душа, и мысли. Качество было во всем. Сейчас время другое. Товаров много, стилей и моделей не сосчитать. Но как порой сложно понять, где качество, а где просто модная вещь. Все зависит на самом деле от стоимости. И зачастую все сводится к тому, что покупатели сами не готовы покупать более качественные вещи в силу того, что они дорогие. И часто люди делают выбор, как они говорят, я лучше каждые два месяца буду покупать новую вещь, новую одежду, кофту, футболку, чем один раз куплю и буду ходить в ней. Каждый решает для себя. В мире моды цена и качество зависят друг от друга. Брендовые вещи в размеры дороже, но и носятся гораздо дольше, говорит Виктор Куклин. То же самое и обувь. Вот на ней как раз экономить не надо. Все-таки обувь, в моем понимании, должна хотя бы на два года, на два сезона одна пара должна быть. И выбор в пользу дешевый – это на самом деле. Ведь кроме того, здесь же еще и физиология в том, что если ты ходишь в неудобные обуви, тебе тесно, там варикоз, сколиоз – это все начинается из-за протектора, неудобно ходить, ноги потеют, еще что-то. Если не дрожишь своим здоровьем, то, наверное, можно и так поступать с ними. А вот продукты той же меры измерить невозможно, говорит начальник испытательной лаборатории Татьяна Селихова. Не всегда высокая цена оправдана. Да и по акциям купить качественные товары шансы есть. Например, хлеб в тагильских магазинах качеству соответствует. Были исследованы четыре образца хлеба, выпеченного из хлебопекарной муки первого сорта. Таких производителей, как Кушва Хлебпром, Тагил Хлеб, Озерский Хлебокомбинат и Ржевской Хлебокомбинат. Проводились испытания хлеба по физико-химическим показателям, такие как влажность, кислотность, пористость и по показателям безопасности. То есть определяли соли тяжелых металлов. Тагильчане в лаборатории нечастые гости, говорит Татьяна. Во-первых, люди не привыкли жаловаться. Проще обиду, что обманули выбросить в мусорное ведро. Да и стоимость проверки качества продукта не из дешевых. Обратилась женщина, купила у своих знакомых мед и пришла, попросила провести испытание меда. Мы ей посчитали, обсчитали, сколько будет стоить исследование этого меда. Естественно, что она пожала плечами и ушла. Но цена была не заоблачна, примерно в районе полутора тысяч рублей. Здесь в лаборатории о ГОСТах, технологии изготовления, ингредиентах, внешнем виде продукта и многих других деталях знают все. Специалисты говорят, даже по виду продукта можно определить, соответствует он качеству или нет. Но мы, потребители, так и поддаемся на рекламные уловки, порой недобросовестных производителей. Тем самым помогаем набивать карманы бизнесменов, невзирая на свое здоровье. Зачастую мы обманываем самих себя. Например, в магазине покупая необычные яблоки, а глянцевые, колбасу более красную. Тем самым специалисты маркетинга, выполняя свою работу, вводят нас в заблуждение. Наталья Филимонова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Эксперты опубликовали прогноз валютного курса на конец года. Спрос на иностранную валюту будет только расти. Соответственно, возрастет и стоимость евро и доллара. Курс установится в коридоре 65-70 рублей за североамериканскую денежную единицу и 73-79 рублей за единую европейскую. А какой курс установил Центробанк России на сегодня и завтра в нашей рубрике «Экономика и финансы»? Доллар США продолжает укреплять свои позиции. Сегодня американская валюта стоит 64 рубля 56 копеек, завтра 65 рублей 45 копеек. Единая европейская валюта прибавила столько же. Сегодня официальный курс евро установлен Центробанком 69 рублей 37 копеек, завтра 70 рублей 33 копейки. На фоне сдающего рубля самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила 65 рублей 98 копеек. Максимальная цена при покупке 65 рублей 37 копеек за 1 доллар. Евро можно купить за 70 рублей 70 копеек, а реализовать европейскую валюту за 70 рублей 5 копеек. Такова была информационная картина дня. Далее новости спорта, а мне остается напомнить. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. Автору лучшей новости, ставшей темой репортажа «Приз». Пригласительный билет на двоих от спонсора рубрики кинотеатра «Родина 3D». До встречи! Мы сделали пиццу, подходящую для любой ситуации, свидания или вечеринки с друзьями. Обязательно попробуйте пиццу «Ориант», приготовленную по-настоящему итальянскому рецепту из натуральных ингредиентов. Пицца «Ориант». Вкус Италии на вашем столе. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Городолга ищет волонтеров. Нижний Тагил приглашают желающих помочь в организации Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Напомню, в этом году этапы пройдут с 11 по 13 декабря. Для того, чтобы подать заявку, нужно заполнить форму на сайте волонтеры Нижнего Тагила до 24 ноября. Среди зарегистрировавшихся проведут конкурсный отбор. Своё участие в престижных соревнованиях подтвердили уже спортсмены из 16 стран, а билеты поступили в продажу. Уралочка НТМК триумфально разгромила сербскую визуру. В рамках Лиги чемпионов на Екатеринбургской арене тагильская команда одержала уверенную победу в сухую со счётом 3-0. Подопечные Николая Карполя выиграли первый матч на турнире. Напомню, в стартовом поединке с тем же результатом уступили швейцарскому Валеро. Следующим соперником наших волейболисток станет французская команда Каны. Матч пройдёт на выезде 25 ноября. Уже в эти выходные стартует суперсерия баскетбольных матчей с 15 по 20 ноября. В Нижнем Тагиле начинается зональный этап первенства России среди юношей 2002 года рождения. За три путёвки в полуфинал будут сражаться восемь команд из Челябинска, Екатеринбурга, Кургана и Тюмени. В честь нашего муниципалитета будут отстаивать две сборных – Старого Соболя и Спортшкола номер 4. К слову, в новом сезоне в этой возрастной группе примет участие рекордное количество команд – 101. Первый этап пройдёт одновременно в 14 городах России. На этом у меня всё. О главных спортивных событиях города расскажем завтра. Анна Хабарова, Егор Игошин, новости спорта Тагилтовая. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин